Когда безопасность превыше всего, летом в Ненецком округе особой популярностью начинают пользоваться водные объекты. Набраться до столицы региона из поселения Нижнепечория можно только по реке. Кроме того, в летние месяцы начинается сезон активной рыбной ловли. Именно поэтому в регионе большое внимание уделяют безопасности на воде. Какие правила необходимо знать и выполнять, находясь в лодке, и как вести себя в экстренных ситуациях, рассказали специалисты Ненецкой поисково-спасательной службы. Подробности у Дмитрия Маркова. Первое и самое важное, что должен знать водитель и пассажир маломерного судна, во время движения по водному объекту на каждом участнике водного движения должен быть надет спасательный жилет. Для безопасности пассажиров запрещается ходить по маломерному судну во время движения и ни при каких обстоятельствах не пересаживаться из одного судна в другое. В случае, если лодка перевернулась, нужно скрестить руки на груди и прижать к себе ноги. Это сохранит тепло и на несколько часов предотвратит переохлаждение организма. Организм человека начинает переохлаждаться, если он длительное время находится в воде, температура ниже 33,3 градуса Цельсия. Даже в самое жаркое лето в Ненемаре вода так не погреется. Как все мы знаем, живем за полярным кругом. Немаловажно для участников водного движения знать правила спасения утопающего. По словам спасателей, когда человек начинает тонуть, он не издает никаких звуков. В этот момент он не способен ничего сказать или выкликнуть. Он просто постепенно начинает погружаться на дно. Если уже увидели данную ситуацию, то надо спасать. А спасать тоже надо немножко с головой, потому что человек, когда тонет, он тянет, катается за соломинкой, как говорится. То есть, соответственно, подплывать надо к нему сзади, не дать себя ухватить. Потому что очень часто, даже в этом году случай был, если я не ошибаюсь, это в Сибири. А вот спасатель спасал утопающего, то есть в итоге два трупа. Мало кто знает, но перед поездкой на лодке водитель судна должен сообщить в Главное управление МЧС Панао свой маршрут, указать время прохождения контрольных точек и по необходимости выходить на связь во время пути. По словам экспертов, такие привитивные меры могут помочь избежать несчастных случаев на воде. Кроме того, сотрудниками МЧС России Панао регулярно производится патрулирование водных объектов и проводится информирование населения о правилах поведения на воде. В прошлом году окружные спасатели выезжали на водные объекты 143 раза. Утонуло 4 человека. Статистика первого полугодия 2016 года, по словам специалистов, уже догнала статистику прошлого.